Я сейчас хотел бы пригласить на сцену потрясающего артиста, который виртуозно привносит клоунаду в юмористическую эстраду и юмористическую эстраду в клоунаду. А еще как он поет? Юрий Гальцев! Это твои аплодисменты, Юрий. Вы знаете, мы вообще в детстве все любили сказки. Мы подготовили такую маленькую-маленькую миниатюрку. Я предложил Юрию, вот, ну, смотрите, тоже такая у нас импровизация. Дело в том, что я столько раз от лица Рената Литвиновой изображал красную шапочку, но ни разу не доходил до бабушки. Красная шапочка дошла. Бабушка тоже дошла. Итак, в вашей аплодисменте красная шапочка и ее бабушка. Что лежим, бабушка, что не открываем так долго. Я перла-перла эту корзинку. Я не поняла, перла или сперла. Сперла. Сперла это ты, бабушка. За всю свою жизнь. Все, что у тебя есть, ты сперла. Садик, домик, грибок на ногах. Озерцо. Все сперла. А-а-а! Это ты, внученька? Красная ты шапочка. А я думала, это охотники до меня, пожалуй, дни. До тебя уже много лет охотников нет, бабушка. Последних в Первую мировую отстрелили. Слушай, ты можешь мне объяснить, что у тебя на входе столько видеокамер-то понавешано? А это, чтобы лучить тебя видеть, моя внученька. Боже, а я идиотка, стучу-стучу, а меня уже полчаса видят. Бабушка, скажи, пожалуйста, по поводу... Вот, да, почему у тебя такие большие, такие красные, какие-то на вареник похожи уши? Да, у меня сегодня день рождения. Годков-то мне много. Кто только меня за уши сегодня не дергал. И зайка, и медведь, и лиса, скунси, бобры, крокодилы, бегемоты, обезьянок и животные. И зеленый... Бабушка, а где дедушка? Я с Игеева. А где пирожки? Нет пирожков, нет информации. Слушай, а что это у тебя тут столько вообще бутылок пустых? Какой-то ты образ жизни странный видишь, бабушка. Внученька, я забыл о тебе сказать, у нас есть такая традиция. Каждую сказку 31 декабря мы с волком... Бабушка, вы уже и с волком. Тут что, уже и волк побывал? А как же! Прискакал на праздник, на белом от страха Иван-Царевича. Да еще отравился несвежим дедушкой. Боже! Тут я проходил, а волк такой в лесу серый-серый сидит. Глаза большие-большие. А это он как раз дедушку переваривал. Боже! Кстати, бабушка, в связи со скрывшимися, так сказать, фактами... Да? А домик в дюнах на кого записан? На дедушку, внученька. Что же ты, дура старая, если волк уже дедушку переварил, надо же домик срочно переоформить. Что ты, сученька? Ой, то есть... Внученька! Это ж надо в райцентр ехать. Трое суток мне это потратить. Че? Зачем трое суток-то, господи? Всего-то делов-то за один день управишься. Здрасте! Тебе ж надо что? Что? Тебе надо записаться на прием, дедушку переваренного выписать из домика и себя прописать. Делов-то за один день управишься. Какой за один день? Я приехала в паспортный стол, а мне эта дура из окошка говорит, бабушка, у нас запись день, выпись день и пропис-день! Боже! А нельзя всю эту бздень за один день? Что ты, внученька? Нельзя? Угу. Бабушка, а скажи, пожалуйста, почему у тебя такой большой шкаф? А это чтобы прятаться, внученька, внученька моя. Однажды дедушка-дедушка приходил не вовремя, не вовремя, распорол шкафчик, а оттуда живые и невредимые выскочили. Иван Иванович, Степан Антонович, Маркел Абрамович, Гаврил Ехеевич, Симуэль Эльков. Тут и сказки был конец, особенно этим охотникам. Ну что ты, что ты гонишь? У тебя всю жизнь был один ухажер, я его помню, еще до революции, дохляк такой был. Он все время, когда я приходила, боялся и в уборной прятался. Да, мгм, прятался в уборной. Ну а я когда ходила в уборную, ты мне все зудела, зудела, дерни за веревочку, дерни за веревочку. Ну я дернула его и смыла, и все, больше у тебя не было никого. А я думаю, где эта моя кошка запропастилась? С прошлого года, как ты пришла ко мне к красной шапке, я найти ее не могу. Ну ты подумай. Да. А пирожки-то откуда? Денег нет! Боже, бабушка, скажи, а почему у тебя такие большие гири? Гири? А чтоб ты знала, внученька, что тяжело нам приходится пенсионерам. А почему у тебя такие большие зубы? Зубы? А это мы с Самуилом бабушем целовались. Он у меня свой протез забыл во рту. Бабушка, а почему? Бабушка, а почему? Почему, почему? Ну почему, 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 почему? Все, хватит. Нет информации. Все, будут деньги, будет информация. Все, 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 все. А почему у зрителей такие ладоши большие? Ладоши? Да. А это чтоб они хлопали тебе, сученька, моя внученька. АПЛОДИСМЕНТОР Юри Гайфен. АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Спасибо.